Пожалуй, я научусь сегодня играть вас за отважного, сильного, неуловимого, благородного в какой-то степени чемпиона. Уверен, вы уже угадали, кого я имею в виду. Это Сион. Самый-самый сильный чемпион после этой дамы в Лиге Легенд. И что же мы будем делать? Мы будем побеждать всех, как и следует Великому Войну. К сожалению, я не могу показать вам пример игр. Да, за Сиона, потому что его заняли только женщины. А, нет. Вот как надо побеждать за Сиона. И я гарантирую вам, после просмотра этого видео, все ваши игры будут такими же. Ну, то есть это ПВП против мастера и... Что-то в этом роде я имею в виду. Вряд ли вообще это видео кто-то увидит. Более того, вряд ли кто-то будет смотреть 3.42 на поиск матча. Но в качестве разогрева можно поговорить. Можно поговорить и обсудить. Пока по существу поговорим, а потом переключимся, что-то значит. Одиночное серебро. Видите, показывает, что у меня очень высокий рейтинг. Зашкаливающий рейтинг. Игра уже не может нормально оценивать мое положение в лигах. Но не будем об этом. Будем о другом. Где же это? Я хотел вам показать. Но новый клиент совершенно сбивает меня с толку. Профиль. Явно не то. Коллекция. А, да. Коллекция. О, слава богу, матч найден. Значит, по ходу дела разберём. Первым делом мы жмём «Принять». Естественно. Без этого мы не сможем победить, как бы мы ни старались. И нам выпадает роль нижняя, но это не имеет никакого значения. Вы же хотите побеждать, а не играть на какой-то роли. Если вы хотите играть на какой-то роли, то этот обзор не для вас. Потому что роль не имеет значения. Мы просто берём Сион и выиграем. Но. Одно но. Я не рекомендую вам сразу указывать вашу роль. Так что давайте либо ничего, обычно я делаю ничего, либо что-нибудь нейтральное. И если банить, то тоже. Лучше не банить никого. Лучше тоже так сделать. Потому что это, опять же, нейтрально. Нет, но нет и сюда нет. Или ответ кое-кого. Но в данном случае сюда нет. Туда, сюда. И мы бы забанили СИСО в любом случае. Кого же ещё банить? Ну, и выбираем таланты. Самое главное. Скачок это... Забыл слово. Скачок это... Опционально. Но кара это самое главное. Теперь к рунам. Руны называются Жировой Барон. Это название очень важно, чтобы передать суть. Плюс 9% к здоровью. Огромное количество здоровья. И 175, опять же, опционально. Хорошо, что я вспомнил это слово. Теперь смогу употребить его по мере надобности. А теперь таланты. Самое интересное. У меня всё связано с жиром. Даже ник. Возможно, это помогает мне победить. Так что, если ваш ник не связан с жиром, эффект может быть ниже, но едва различимо. Может, вы победите не за 20 минут, а за 25. Враги прожмут сур, но в любом случае вы выиграете. Так что, давайте теперь таланты распределим. Благо, таланты уже распределены. Можно выбрать между Камнерождённый Пакт и Хватка Нежити. Но поскольку мы разгромный делаем обзор, мы берём Хватку Нежити, чтобы просто уничтожать всех. И да, теперь мы берём Сиона и показываем, показываем своё... Дяды, это... Не надо даже отвечать. Мы показываем своё превосходство просто пиком. Мы победили уже на фазе пика, так сказать. А это ключевая фаза. Если вы смотрите чемпионаты, там сразу берёт фаза пика, так... Что так? Ничего. Игра началась. А это значит, что... Что? Путь... Путь к победе проложен. Давайте посмотрим, кто у нас враги, потому что я за разглагольствование пропустил. Это что мы имеем? Наша команда сверху. Сион. То есть, это уже как два сильных чемпиона. Энни будет на Ультилити. Си-Вейгар тоже отлично. Валибур. Валибур будет дотанчивать то, что мы не дотанчим. А это почти ничего. Так что он выживет. Ничего страшного. И ещё кто-то, но наверняка полезное что-то, что... Это не имеет значения, что там... Блицкранк. Фигня вообще. Он будет мазать хуками. Мы же в броненасос. Супер. Стаки, стаки, стаки. Эти ребята знали, что я пикнул Сиона? Они как-то это предвидели. У меня было ДК, но... Но Сион это АДК. То есть, тройная стачная команда. Мы будем устраивать стачки против Зиада, который нафидит. И Кейтлин. Ну, который просто ничего не будет делать в течение всей игры. Блицкранк, который будет, как я уже сказал, мазать. Это вообще непонятно, что твич какой-то. Ну, твич в лес это обычно. Фид. И ещё кто-то тоже не имеет значения. Это не имеет значения, потому что мы по пику выиграли даже не то, что я взял Сиона. Хотя этого достаточно. Это достаточное условие. Необходимое и достаточное условие. Или как сказать? Это условие не необходимое, чтобы победить. Можно победить и с таким полупиком. Но если Сион, этого достаточно для победы. Вы, наверное, поняли. Мы так и не узнали, кто же там. А, Варвик. Понятно. Твич, Варвик. Два леса, что ли? Ну, будет больше. Видите, уже всё. Красавчик Сион. То есть, я воодушевляю уже своим присутствием. Ну, что мы берём? Главное. Мы берём длинный меч, заживляющая бусина и защитный тотем для защиты. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Я заплатил за это. Надо быть вежливым и снисходительным. Мы идём, показываем, что у нас есть защитный тотем, чтобы Энни не волновалась. Мы защитим её. Энни. Всё будет хорошо. И идём смотреть. Кара готова. Насус тоже теперь знает, что всё хорошо. Мы смотрим, появились ли враги. Да, тут появился Блицкранк. Он попытается что-то сделать. Он увидел нас. Это не имеет значения, сейчас мы его убьём. Убиваем, Энни. Мочим. Мочим, мразь. Давай, давай. Вали, вали, вали. Ладно, он слышнулся. Мы продолжаем. А теперь отходим, потому что появилась Кейтлин. Она безопасна, но лучше отойти. Тупая Энни сейчас нафидит. Господи. Прожала зачем-то флэш. Ну, понятное дело, что мешает нам выиграть. Тянут назад. Но более-менее мы всё равно победим. Даже несмотря на то, что они не хотят. То есть, он попал хуком, но толку никакого. Вы видите. То есть, я разрешил ему. Я разрешил ему попасть хуком по себе. Так, мы упустили одного крипа, но это им ещё... Им придётся поплатиться за это. Лучше бы. Лучше бы я его не упустил. И мажет. Как я сказал. Всё, как я сказал. То есть, мои советы, вы можете им верить. Потому что они... Они сразу же подтверждаются на деле. Всё, что я говорю, это не пустые советы. Ну, Энни, ну... Это не солидно. Так делать совершенно нехорошо. Кто не понял, она добивает моих крипов. Что очень плохо. Я не могу... Если бы я мог, я, разумеется, бы врезал ей. Но я не могу, во-первых, бить маленьких девочек, а во-вторых, игра не позволяет френдный фаер. Надеюсь, это добавит в следующих апдейтах. Давайте вместе попросим Риотов сделать вот это. Так, у меня немного, что ли, подлагивает? Не могу понять. Но это тоже не имеет значения. Даже с пингом 300, простите за выражение, можно выиграть. Не нужно. Но если у вас пион кара, добиваем телегу. Они этого не ожидали. Они ничего не могут сделать. Скажи мне... Она пишет что-то, когда игра идёт. Не имеет значения, что она там пишет. Вы прочитаете мне, скажете, дельно это или нет. Я не буду отвлекаться даже. Так. Там в кустах сидит какой-то блицкрант до сих пор. Что он там делает? Мы же знаем, что он... Не то качнул, какой кошмар. Но это тоже пойдёт нам на пользу. Горнила душ много не бывает. Ставим вард. Защитный тотем. Вы помните? И что же теперь? А теперь что? Теперь Энни Фиди. Вообще кошмар. Реально лагает. Господи, как не повезло. Но я не проиграю. Просто... Просто... Когда лагает, впечатление от игры не такое. На сам результат и исход матча это не повлияет ни в коем... Ни в коем случае. Энни, господи! На такое... Друзья, я не могу повлиять. Я не могу повлиять на такое. Но это опять же не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Это же видео выложено. Значит, вам не о чем волноваться. Это будет сокрушительный разгром красной команды. Будто бы. Кстати, мне никогда не выпадало красное. Я всегда играю за... Опять. Ну, видите, не имеет значения. Ну, подумаешь, раньше качнули горнило душ. Топор... Время топора придет все равно. Вот как им надо играть. Бьете. Ну, не добьют. Ну, с кем не бывает. Подумаешь. 29-13. Разница не очень большая. Вообще никакой разницы. Это в пределах погрешности стандартного отклонения. Не всякого такого. У нас почти есть деньги на следующий предмет. А следующий предмет, вне всякого сомнения, будет... Пепел чего-то там. Ну, мы почти набрали на него. Набрали. Скоро-скоро. Вот. Почему мне такой саппорт? Ну, вы посмотрите, что это за сборка. На саппорта кольцо Дораны. Я не знаю. Естественно, выиграем. Просто неприятно с такими играть. Эстетика игры. Эстетика игры. Это Энни глупая пушит зачем-то. Не пуш. Не пуш. И все будет хорошо. И это сейв. Видите? Я не только побеждаю, я еще и защищаю своего саппорта непутевого. Пусть ей будет стыдно. Вот какой урон проходит. И это только на четвертом уровне. Что будет дальше, вы увидите, что будет дальше. Хара. Собралась большая пачка. Даже Энни столько не застилить. Мы убиваем. Мы всех убьем. Не упускать ни одного крипа. Кейт зашла слишком далеко. И она поплатится за это. Вот вовремя отошла. Иначе бы я снес ей все. О боже, какой хук. У меня ж так все здоровье закончится. Я бы так сказал, будь я каким-нибудь другим музыканом. Я же с тилом. Так что все хорошо. Не волнуйтесь. С кем, с кем. Я сейчас в большей безопасности, чем вы, не играя в игру. И просто сидя перед своими экранами. Мониторами. Что бы это ни было. Какой флэш. Ну блин, да. Мне есть чему у тебя поучиться, Аня. Мне есть чему поучиться у тебя. Эх. Только учитель недолговечен, к сожалению. Ну ща мы убьем. Маны нет. Была бы, будь манной, я бы всех раскидал. Но манно-менеджмент у меня хромает. Что-что. А вот да, манно-менеджмента я не добрал. Но даже совершенствую, совершенствую нет предела. Да. Так что и манно-менеджмент тоже будет. Все будет. Так. Там в кустах, наверное, спрятан Блицкранг. Но почему она фидит? Почему 1-8? Мне будет сложно выиграть с таким счетом. Но я все равно выиграю. Не сомневайтесь. Формим до упора. То есть мы должны формить... Пока не наформим на все. Желательно уходить только, когда у вас есть 6 слов. Ну потенциально. То есть вы прикидываете? Математикам быть не надо. Просто просто там 8 тысяч отлично. Бекаемся. Но я, извините, счет 1-8 я вынужден бекнуться. Просто ради того, чтобы не дезморалить команду. Какая есть? Команду не выбирают. Ну кто-то выбирает, но не я. А я же Сион. Меня не примет ни одна команда. Я слишком хорош. Так, у нас появилась ульта. Это ключевое оружие Сиона. Видите, они пошли на дракона. Они не ожидают, что... Я узнаю об этом. И волейбур. Отлично. Мы идем забирать дракона. Самого важного. Ключевой дракон. Ага, вот вы где. Я вас ждал. Пум и стан. Но они продолжают наступление даже... О боже. О боже. Сейчас. Кошмар. Неприятно. Что за команда? Блин, у меня даже не хватает сил это комментировать. Подождите. Все будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Где пять? Что значит где пять? Он что, не видит, что... Он думает, что нас четверо играет. Посмотри, тут топ еще есть. Еще не есть топ. Все. Все в порядке. Он потерялся. Все будет хорошо. Нас пять, нас пять. Не волнуйся. Кару отлично прожимаем. Да, кстати, довольно сложно. Вот если у вас это не будет получаться, не волнуйтесь. Надо просто набраться хватки. И будете кару прожимать отлично. Что мы имеем? 0, 2, 1, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Бывает и хуже. Я вам скажу. Бывает хуже, так что... Так что... Бог любит троицу. Ну, к тому же, не расстраивайся. Рак ярости. Все хорошо, но в одном четыре уже нет. Тут я ничего не скажу. Кройся-то бог любит, а башню не скажу. Противник убил. Так. Это Барви. Он просто заглянул, но не решился нападать. Ну, а кто же решится-то? Ниссионы. Блин, денег-то нет. Я вас обманул. Но это из-за команды. Тут уж... Вы уж извините. Но когда нет денег, не отчаивайтесь. Кара, она многофункциональна. Полифункциональна, так сказать. Вы можете использовать ее не только для того, чтобы добивать телеги, хотя это ее основная функция. Также в Лаите она принесет вам дополнительные 15% здоровья, что критически важно для Сиона. Но также эту кару можно использовать по прямому ее назначению, а именно фармить голду с лесных монстров. Чем мы сейчас, скорее всего, и займемся, потому что ситуация... Ситуация щекотливая. Ну, боже, какая игра. Какая хорошая игра. Я не уверен, это вряд ли бронза. Уровень минимум на платину 7. Что-то пишут. Впрочем, не важно. Мы продолжим. Да, я вам говорил про кару, но, к сожалению, мы не смогли ее сейчас купить. Я предвидел это, все хорошо. Бот стоит. Вы видите, бот стоит. Остальные лайми не имеют значения, потому что игру выигрывает бот. Проходит по нам урон. Нулевой от Кейтлин. Она недоумевает. Почему? Почему мы ее автоатаки не дамажим и мы теряем обменного дракона? Из-за того, что у нас нет команды. Но ничего, видите, противник убит. А это значит, что камбэк уже наступил. Он меня подлагивает. Это был хук, который не попал, не нашел свою цель. И я бегу, и у меня лагает. Какой кошмар. Но я все равно держу бот. Только благодаря мне. На моих хрупких плечах он еще держится. На моих хрупких сионовских сионистских плечах. Какой флэш. И у меня тоже есть флэш для тебя. Да, не может. И мы убиваем. Вдвоих. Вот. Вот. Как лохов. Они не знали, что сион при смерти становится вторым сионом. То есть игра только начинается. И на этом они попали. Но, увы, без меня уже игра не так хороша. Потому что дед убивает. Но я не мог помочь, будучи мертвым. Так бы я все разрубил. Зед репорт. Да. Зед репорт. Вот когда репортят врагов, я всегда согласен. Это же наши враги. Мы должны их ненавидеть. Так вот, у нас наконец-то есть карный меч. Клинок преследователя. Потому что мы будем всех преследовать. А сиона, к сожалению, бегут в ужасе. Ну и мы начинаем... Начинаем вырывать эту победу с губами. Просто. И мы вырвем ее. Я обещаю вам. Эта победа будет нашей. Каждый удар по этому красному огнедрелу знаменует конец. Для наших врагов. Я стал. На этой пафосной ноте мы переходим к древним крагам. Которые так же быстро... Лягут под нашим топором. Боже. Ну почему вы не можете подождать? Я почти дофармил. Бот ломает. Энни, нету. Энни, какая плохая ты не была. Ты нужна на боте. Без тебя бот совсем не тот. Дед Репорт, это точно. Ага, вот. Тут точно наш выход. Они потеряли все здоровье. И Сион врывается в кейт. Да блин, чё же они все флэшуются? Все флэши от меня. Какой это уже третий? Так обидно. Флэш надо запретить в этой игре, я считаю. Потому что нечестно. Я хочу убить ее, и он прожимает флэш. Что это такое? Этого не должно быть. Давай, Вегар. Я морально поддержу тебя. Хоп. Какой хук. Я думал, я увернулся, но игра решила иначе. Но я живу, потому что хукины с вами не действуют. Поможем нашей команде. О, серия убийств. Все, я же говорил, камбэк. Вегар сейчас победит. И насос не отстает. О, какой крепыш. Мне даже стыдно, что я не так уж и хорошо играю по сравнению с моей доблестной командой. Нет, ты называешь больной. Но конец серии убийств. Потому что я ушел, надо было остаться. Но пофармить-то тоже нужно. Кто же будет фармить, если не я? Ставим еще один защитный тотем. Вдруг они решат вернуться на бот. А там ее тотем ждет. Все хорошо. О, деньги есть. И очень много, знаете. Видите? Это было правильное решение. Купить кару. Зарубите это себе на носу. И делайте точно так. А, что-то там произошло сверху. Я не увидел. Сдаца. Да какое сдаца мы выигрываем? Что это бегает такое? Нравится. Репорт. Это да. Это да. Лечу тоже репорт. Это вообще герой для урока. О, забыл поражать кару. Так бы Кейт уже была мертвая. Придется побегать немного. Но она не убежит, потому что тут я и... О, какой флэш! Да, ты попался, мальчик. Тыщ! Ну вот и все. Так все он и выигрывает. Вырывает победу. Никуда этого не видели. И вообще ничего не видели. То, что вы не должны были видеть, уже вырезано. И вообще его не было. Не слушайте, что я говорю. Так, они вызывают барона на шора. И мы отступаем. Тактически мы, естественно, вернемся. И да, я забыл рассказать. Пришло время для самого главного предмета. Титаническая гидра. Это предмет, как только мы его соберем, позволит нам убивать с одного удара любого чемпиона команды. Абсолютно любого. То есть, они просто все... Нет, зачем ты это сделал? У Валибира прекрасные скиллы, но их тоже надо жать своевременно. Хотя ладно, он, наверное, просто очень волновался. Хоп! Привет, Кейт! Пока, Кейт! И Блицкрат, ты остался без своей защитницы. Что ж ты сделаешь? Что же ты теперь будешь делать? Нет, ушки. Вот это был хороший скилл от Валибира. И у нас 3-1, как я и говорил. То есть, у врагов нет никаких шансов победить. Они... Ну вот, что это сделать? Вот! Двойной, тройной, четверной стан. Конец серии убийств. И мы просто идем и сносим мид. Игра закончится буквально через 3-4 минуты. Просто заканчиваем игру. Хоп! Потончили башенку. К нам пришел дед. Мы продолжаем тончить башенку. Еще чуть-чуть. Потом отойдем. Просто... Просто чтобы не... Не... Не лишать себя удовольствия. Поглумиться над разбитыми врагами. Хотя вернемся и все-таки заберем на пугу. Хотя нет. Кого я обманываю? На денежки капают. Все хорошо. Денежки капают. И мы сейчас их пустим в оборот. Хоп! Да. Да. Окей. Да. Ты выстрелил от меня. И я не смог бэкнуться. Это огромное преимущество по времени. Используй его с умом. Они решили сломать нам. Все. Но вы не сломите наш дух. Вы можете сломать миг. Но наш командный дух вам не сломит. Да. Эта башня в конце концов должна была упасть в любой момент. И лучше пусть с ней умрет Близкран, чем нет. Так что это тоже было хорошо. И что же нам надо взять? Наверное, защита от магии. Я умирал всего один раз. Обычно, да. Когда меня убивают, я смотрю. Так, что же... Какой же урон мне нанесли? Ну, я думаю, вы тоже так делали. О, смотрите, как. Как. Вообще, боже мой. Да что же я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Вы видели это? Это прекрасно. Это видео можно просто разрезать на MLG Play. Ну, что это? Почему я залагал? В какой-то момент. В момент своего триумфа. Так вот. Даже видео по кусочкам это... Ценно. Но, разумеется, с моим повествованием оно будет еще прекрасней. Так. Не дадим Кейт убежать. Ну, за ней пришел в волейбур. Он, кстати, не так уж и плох. Волейбур хороший парень в нашей команде. Мне нравится. Чего не скажешь о Бенне. Тут я даже пошутить не в силах. Она вообще играет. Что-то я... С того момента, как она ушла с бота, я не видел. Они ни слуха, ни духа. Смерти идут. Один в девять. Ну, она маленькая Лоли просто. Все-таки я слишком жесток к ней. Надо было больше уделять ей внимания. Мы же... Мы же были вместе с саппортом ДК на боте. Я... Не следую своим же советам. Нужно быть снисходительным, как я сказал. А из-за этой раскадровки я не могу нормально играть. Ну и все, весь обзор пошел на смарку. Ну, как так можно играть? Я не понимаю. Дурацкая. Дурацкий интернет. Не только интернет и мешает мне победить. Больше ничего. И именно вот в тот момент, когда я хотел просто поделиться с людьми. Показать им, как я играю. Сделать хорошее, полезное, общественно полезное дело. Вот именно в этот момент нужно портить. Какая жестокая судьба. Но меня не сломить этим. Сейчас мы купим ключевой предмет и приступим к уничтожению врагов. Давай, рубиновый кристалл. Ты кирпичик в машине убил. Не знал, что влетишь в меня, да? Да? Ну, не знаю. Давайте, бегите в ужасе. Бегите в ужасе. И ты, зят. Ах, Валибир, хороший скилл. Хороший. Молодец. Продолжай в том же духе. Ты все сделал правильно. Каждый раз ты вот выкидываешь их из-под стана. Да, я стана АДК. Сделай. Сделай еще раз так же. Ты все делаешь. Вот как надо. Грамотный человек. А, это он не мне. Нормально. Все нормально. Пельмин. Пельмин. Так. Кого же я бью, глупый? Кейт надо бить. Вот. Ну, это он просто. Как я хорошо их приложил. А между тем, смотрите. 4, 1, 9. Я, конечно, не смотрю на свой. Кда. Я АДК с высоким. Кда. Такой вот каламбур. Каламбур. Победа нужна, как ты слуха. Ты не справа. Ты не справа. Так, но почему-то вы не думали, что мы играем как-то пассивно. Мы давно можем уже уничтожить их, а башни-то все стоят. Давайте соберемся и давайте даже лучше проявим инициативу. И снесем им весь топ. Да, это очень важно. Ах, это будет. Сейчас поможем Валибуру. Борцухе. Ну, тут дуэль завязалась. Даже не хочется вмешиваться. Но я все же вмешаюсь. Спасибо, Валибур. Прямо у нас уже с тобой отношения сложились на почве наших скиллов. Это называется как? Как же это называется? Вечно я забываю слова. Очень хорошая у них синестезия. Или как это? У них очень хорошая... Ну вот когда вместе... Ну да, вы, наверное, уже поняли, что я имею в виду. Когда вот два чемпиона, они дополняют друг друга. Вот, у них вот эта штука очень хорошая. У нас с Валибуром она просто прекрасная. Его скилл под кит из-под моего топора просто превосходен. Что бы я без него делал? Блин, глупость. Я забываю слова. Совсем ужасно. Да отстаньте вы, ну хватит. Ну что вы лезете так в смерть? Я остался один. А вот... Энни появилась! Привет, Энни! А вот и мой выход. Выход второго Сиона. Кейс. Здравствуйте. Ммм... Убежал. Вечно вот вы флешиваете. Ну что это такое? Флеш за флешем. Флеш за флешем. И никого не убить. Вот так. А, убит. Это мой вклад. Просто она выфлешилась. Выфлешилась. Так это бесит даже не передать словами. Надо реально запретить флеш, как я уже говорил. Это ж слово дурацкое. Блин, забыл слово. У двух чемпионов друг с другом... Эквилибриум. Короче, вот такая хрень, которая... Вот именно у них хорошая. Типа вот Шай, Ракана, но... Не в этом значение, она упоминается. Ну и что за дела? Вот если пел это слово, я сразу вспомню. Почему было забыл? Но главное не слово, а главное передать смысл. А смысл-то я передал. Так что все хорошо. Что-то там было про линейку, не про... Замеры. Размеров. Что очень важно. Защитим Энни. Энни все хорошо, мы поставили потен. Ой, не наш. А у нас две кары. А вот-то тут вторая кара опять и выходит. С одной карой на Шоры легко застелить. А уж двумя-то этот скилл на Шоры неизбежен. И мы тратим эту кару на... Коп. На тебе ульту. Отведай-ка ее. Да, давайте заберем этого на Шоры. Давайте. Ну. Регат. Две кары. Лучше одной. Вот и наш на Шор. На Шор, как известно, это выигранная игра. И дальше мы просто будем развлекаться. Можно уже не трудиться. Ничего, мы победили в этой игре. Давайте что-нибудь еще купим. Я бы мог вот взять каменный доспех Гаргулии. Это, короче, штука защищала. А, вот что разумеет. Шипованную, шипованную фигню. Что же это такое? А, вот она. Так сложный. У меня плохо с планированием и со всем этим. Так что я не умею делать настройки. Вы приходите в этих картинках рыться каждый раз. С новым обновлением, новые предметы. Суть-то та же, но предметы-то новые. Ну, и сборки их, и все. Это так действует на нервы. Вот не могут они выпустить игру, чтобы все было хорошо. О, боже, Валибур, ты мне то так помогаешь, что это, или это не ты был. В общем, не имеет значения. Это будет нашим с тобой мемом. Это был такой ульт, типа, хап, хап, и мы его со спины сом. Ну, короче, да. Все так и было. Эти телеги увеличились в размерах, что говорит о том, что наступил уже лейтгейм. А Сион очень силен в лейтгейме. О, огненный дракон. А это значит, что мы его заберем. Он соло играет под. Соло играть очень плохо, это командная игра. Кому знать, как не мне. Давайте, чуваки. С нашором-то мы должны победить. У нас нашор, давайте. Вот эти чувачки маленькие. Побеждают-то не чемпионы. Чемпионы только как бы направляют к победе. А побеждают вот эти маленькие голубые хреновины. Они побеждают. Но остаются всегда в тени. Давайте дракон уже берем. Ну разве это повредит нам? Один ты дракон. Всего один. Я не прошел много. Так. Кто это тут вбегает? Тебя саду. Ой, меня поймали прохуком. Так. Мы очень сделали правильно. Мы не себя, внимание, всех самых опасных представителей команды врага сняли. Но их слишком много, я не могу. Я не знаю. Не могу я. Много их очень. Их так было много, что такое ощущение, что реально не 5, а вот 7. Я бы победил, будь их 5, но как-то их реально много. Я не понимал даже, что происходит. А это очень плохо, когда теряешься во время игры. Я не защищал АДК. Где-то он там стоял и умел. Это все из-за тебя. Долго ждать, когда умираешь. Это тоже минус. Почему сразу нельзя идти в бой? Для фидеров-то такая сказка. Умер и саду. Хоп, вперед. За ИСО. Вот для ИСО так и надо сделать, что ты умер, и у тебя нет ожидания. Для всех есть, а для ИСО нет, он особенный. И мы можем без очереди. Все, поехали. Теперь я вам покажу. Все то было репетицией. Вот. Ну, неплохо, согласитесь. То есть, два флэша выжили. Хоп. Вы убили врага. Конец серии убийств. Они убегают. Команда врага разгромлена. Это победа. Давайте. Эта башня такой кровью нам далась. Мы ее ломаем в течение 34 минут. 34 минут. Астрономические тут цифры. Нашего АДК убили. Но мы отомстим земле. Отступаем. Валибер умер. Нас некому защитить. Давай, Энди, молодец, что идешь рядом. О, о, о. А, да, я забыл вам рассказать про... Я тут только играю. Очень напряженная игра. Но я забыл рассказать. Наш... Наш козырь это огромное здоровье. Невообразимое огромное. И у нас оно растет, как на дрожжах. Поэтому надо обязательно иногда, иногда отвлекаться и убивать пару крепочков. Чтобы был, ну, примерно такой фарм. Чтобы он был самый большой в команде, это несложно. Сделайте так же, и все будет хорошо у вас. Да, отомстим. А, да, мы купили предмет, шифованный доспех. Короче, он помогает нам убивать врагов. Очень важный предмет. Как-то затянулась игра, ее пора уже закончить. Я обещал вам 20 минут. Но ребята в нашей команде хотят понаслаждаться. Такие вот они эстеты. Ну, мы не будем отказывать им в удовольствии. Мы взлетим в Деда. Потом флешнемся к Кейт. Убьем ее. Побежим дальше. Погоним Мортенкайзера. Увидим, что за нами зачем-то идет Блицкранк. Но не будем обращать внимания. А потом мы убьем ее. Да? Да, конечно. Хоп-то, паром. Ах, не попал. Как здорово-то. Даже волейбур не смог мне в этот раз помешать. Но он не мешает. Это вот так. Конечно, он мне не мешает. Тройной танкстан огромный просто. Я не понимаю, их реально семь. Их так много всех, блин, что я один... Блин, не... Бл-бл-бл-бл-бл. Кого я бью? Я не знаю даже. Вот эту хрень. А потом эту или эту. Не знаю. Берем ее вот так вот. Хоп. Хоп тебе. На. На. Ша-ша. Все. Видели? Вот как надо играть. Вот. Победа. Эйс. Хочется, чтобы это длилось дольше. Как-то быстро все закончилось. Я только начал получать наслаждение и удовольствие. Кейт, ну зачем мне? Что ты мне за что-то? Опять она флэш... Она всегда флэш. Флэш свой дурацкий жмет. Она читер. У нее флэш вот... Пятый раз я, блин, ее бью, и она выфлэшивается. Вы свидетели. Она опять выфлэшивается. Запретить флэш. Запретить. Восемнадцатый уровень, к сожалению, мы не можем его больше повышать, так что нужно что-нибудь придумать. У них большой физический урон. Огромный. Хочется, конечно, каменный доспех. Ладно, была не была, один раз живем. Купим каменный доспех и посмотрим, что получится. Если проиграем, ну, конечно, как мы можем проиграть? Что я говорю? То не будем дальше покупать каменный доспех. Век живи, век учись, но мы, блин, не успеем даже дойти. Окей, привет. Отходим, отходим. Пацаны, не-не-не, не надо. Давай отдохнем. Тяжелая игра, давайте на базу. Да, блин, на базу, на базу. Нет, чуваки, нет. Что? Ну, ладно, ладно, не так же плохо. Молодец. Это я, я переволновался. Я же забыл, что играю за Великого Война. Простите. Конечно же, надо было дожимать. Я не верю в свою команду. Блин, так стыдно перед тобой. Стыдно перед Насусом. Стыдно перед Дилкаром. Что я не верю в своих друзей. Да отвали ты, блядь, козёл. А! Давайте не будем эту срань покупать. Мы купим тройственный союз. Вот этот предмет я нашёл. Совсем недавно открыл для себя, что это очень интересный предмет. Он даёт сразу всё. Хорошо, что его не закрыли. Так что берём тройственный союз, который нам даёт всё. И убиваем всё. А, да. У нас пять тысяч здоровья, чтобы было не меньше. К сороковой минуте это даже мало заселено. Вот. У вас должно быть очень много здоровья. А как его получить, я уже вам рассказал. Надо покупать предметы на здоровье. Естественно. Блин, наша команда так хорошо играет. Блин, ну почему ты его забрал? Ладно, молодец. А я нет. Я старый, такой неповоротный удачинок. Вот и кара опять пригодилась. Кары не заменю и предмет, я удивляюсь. Людям свойственны... Свойственны... Что-то свойственное им, что они не хотят эту кару брать. Хотя должно давно уже быть у всех по... По десять карт в игре, в каждой. Странно, что они берут. Божественны. Вот, то есть, Сион. Ведёт команду как локомотив. А потом, она когда набирает ход, все составы... Они едут уже без локомотива вперёд. Зеду... Да, да, мы знаем. Конечно, Зеду Репорт. Это мы уже обсудили двадцать минут назад. Ты отстал от жизни. Все давно понимают, что Зеду Репорт. Никто не вспомнил. Эстонец какой-то на Бритстрайде играет. Вот, это уже второй нашор за игру. Нам нравится забирать нашора. Я понял, почему её так тянем. О, я забрал нашора. Кто хороший парень? Тот, кто забирает нашора. Да, и почти у нас есть Тройственный Союз. Это незаменимый предмет. Тоже, как и Кару. Берёшь Кару, берёшь Тройственный Союз. Любому чемпиону. Не имеет значения. Хотя я удивлюсь, если возьмёте не Сиона после этого обзора. Потому что наверняка вот число Сионов увеличится пропорционально количеству просмотров этого видео. Если это таковые будут. Потому что если я не убедил вас, что это был чемпион, то вас вообще нельзя убить. Умерли в Бога, не верится. Ужасные люди. Атеисты это не люди. Вот так сказать. Что не так? Почему мы не справляемся? Хотя нормас, нормас. Я перенервничал, но урон весь принял, если даст. Во, Волибир. Отличный парень. То есть у нас с ним уже сложились, конечно, непростые отношения, как вы заметили в этой игре. Но он понимает, он всё понимает. То есть да, Витя их говорит. А, да. И мы купили трестные союзи, мы всё купили. Это готовый Сион. Вот сборка. Выучите. Ну, главное не учить, а понимать. Поймите эту сборку и используйте. И будете побеждать. Попадёте вы в свои платья, челленджеры, и будет вам хорошо. Хотя зачем это нужно, когда есть такие славные пацаны, как Вигар, Волибир, Насос, с которыми так интересно. Каждая игра как праздник. Учишься у них новому, их учишь, обмениваешься опытом, впечатлениями. Они такие родные, что никакая уже платья бездушная не нужна. Там нет таких парней, там глупые карьеристы. Да. Отвратительные карьеристы. Мы не ставим, кстати, защитные тотемы. Это очень плохо, потому что мы побеждаем, но защита всё равно нужна. И я, похоже, зря пошёл фармить. Это точно. А, бежим защищать наш инкубатор. Дед, нет, нет, дед, нельзя. Фу, ну хватит легендоваться. Не такой, что и крутой. Вот, не крутой. Что и требовалось доказать. О, как страшно, боже мой. Ну не надо ж так-то, Виндзо, любит. Ну, видите, как я говорил, есть чему поучиться. Стан за станом. Вот так. Драконы у них. Видите, драконы сыграют с нами злую шутку ещё, я думаю. Если не закончится эту игру сейчас. Да, давайте суток и не закончим. Ой-ой-ой, они решили перейти в контрнаступление. Срочно флешимся назад. Или как это называется? Бэклинт. А, да, берём. Не берите, вас обманывают. Не нужно брать на здоровье, нужно брать на урон. Мы же побеждаем, убиваем, а не танкуем. Какой танкуем? Это всё здоровье не для танкования, это для того, чтобы урон был. Блобот, молодец. Ой-ой-ой. Давайте, давайте помешаем этому ключу. Ну, хватит. Ну, чё вы дед так сделал? Ты, вы что, примы? Зачем вы это делаете? Что это за люди? Не такой, типа, я про, я про. Ну, вот и про, вот тебе и про. Да, они все фидеры. Ща им. Окей, до свидания. Спасибо за игру, ДГ. Эй, вот тут нечестно было. Видите, я попал по деду. Волейбор стилит у меня, но ничего. Пойдёмте, давайте закончим. Снимем 4-3. Мне самому страшно от этого счёта. Ладно, у меня всегда такой, конечно же. Это не постановочный матч. Тут всё честно. Как я могу сыграть только один раз так? Я же с такой уверенностью вам говорю, но вы понимаете. Так, опять я не понимаю, что происходит, но вроде всё хорошо. Ну вот и всё. Спасибо за просмотры. Я надеюсь, вам понравилось играть за Сиона, потому что вы, наверное, бросили это. Смотрите, я уже перед стенкой вещаю. И побежали быстро играть за Сиона в Волейбор. Отлично. Не терял духа. Давно я таких не видел хороших игроков. А в целом все молодцы. Команда. Отлично. Играл бы, играл. Вот, вы можете видеть урон. Всё честно, у меня самый высокий урон. Я больше всех натанчил. Отлично. Так, и репорт делал. И мыши не расставлены. Да. Спасибо. Смотрите меня ещё, если я шинчусь.